Привет, в этом видео я покажу как написать Hello World на 10 языках разметки. Погнали! Что такое язык разметки? Язык разметки это языки в котором содержится вся текстовая и не только информация. Они чаще всего используются везде где требуется получение форматированного текста. Они также ограничены в функционале, а именно большая часть языков разметки не тьюринг полные. То есть они не поддерживают циклы, переменные условия или операторы условий. Думаем у вас более-менее сложилась разница между языками разметки и языками программирования. Приступаем к основному. HTML является одним из важных элементов веб-разработки, без которого ни одна веб-страница не работала. Также HTML довольно простой в изучении и любая бабка с пяти подъезда может купить справочник по верстке сайтов от Игоря Пидоренко и устроиться в новомодный стартап Сколково. Но и еще HTML поддерживает совместимость с моим любимым JavaScript, которое дает ему дополнительное преимущество. Вот так выглядит Hello World на HTML. XML это тоже довольно простой язык разметки, который еще обладает возможностью хранить или описывать данные. XML сам по себе довольно расширяемый и в нем можно создавать какие только можно теги которых даже нет в нем. XML сейчас не так востребован как раньше потому что появился более навороченный аналог JSON. Но несмотря на это он все равно проживет достаточно долго и успеет создать себе клонов. Вот так выглядит Hello World на XML. X-HTML это странные дитя HTML и XML. Даже несмотря на это X-HTML используется для мобильных браузеров для отображения веб-страниц. X-HTML мало чем отличается от HTML, но отличия есть. Вот так выглядит Hello World на X-HTML. SVG это язык который может отрисовывать векторную графику при помощи различных формул. SVG также может анимировать определенные объекты и в теории может частично заменить JavaScript. Но это не точно. SVG не может рисовать трехмерную графику. Родителями SVG являются такие языки как VML и PGML. И последний факт SVG это то что он поддерживает декларативную скриптовую графику. Вот так выглядит Hello World на SVG. SVG это язык разметки который стал родителем HTML и XML. Без SGML у нас было бы ничего потому что вы смотрите это видео на сайте который написан на потомке SGML. Предком SGML является язык ГМЛ. Сейчас никто не использует SGML поэтому многие редакторы кода не поддерживают формат файлов SGML. Вот так выглядит Hello World на SGML. VML это язык векторной графики который стал родителем SVG. VML не имеет своего формата файлов поэтому VML код нужно прописывать в HTML документе. И еще VML создан компанией Microsoft. Вот так выглядит Hello World на VML. Латекс это наиболее популярный набор макрорасширений системы компьютерной верстки TEX, который облегчает набор сложных документов. В типографском наборе системы TEX, как и в случае с TEX-ом, исходные файлы для Латекса можно сравнить с программами. Документ Латекс – это текстовый файл, содержащий специальные команды языка разметки. Сам документ делится на преамбулу и тело. Вот так выглядит Hello World на Латекс. РТФ – это богатый текстовый формат, который является самым сложным языком разметки. РТФ был создан людьми, которые основали огромные корпорации такими как Microsoft и Adobe. Позже Adobe заложила РТФ в свой личный язык разметки. Вот так выглядит Hello World на РТФ. Пастшрипт – это язык описания страниц, в основном используемый в настольных издательских системах. Пастшрипт является Тьюринг полным языком. Пастшрипт был разработан компанией Adobe. Пастшрипт имеет формат расширения как PS. Вот так выглядит Hello World на РТФ. WML – это почти одно и то же, что и XHTML. Но WML довольно старый, поэтому он отходит на второй план. Вот так выглядит Hello World на WML. Теперь вы знаете как написать Hello World на 10 языках разметки. Что ж, если вы хотите Hello World на 5 языках описания данных, то тогда набирайте хотя бы 10 лайков. Вы спросите как открыть все эти файлы. Короче, нажимаем на файл правой кнопкой мыши и выбираем открыть как. Затем нажимаем на любой ваш браузер и вы можете смотреть на мои творения по 5 часов в день. Все файлы будут по ссылке в описании.